Добрый день, дамы и господа! Добрый день, дамы и господа! Сегодня, как обычно, будем говорить о нашей недельной главе, и я вас поздравляю с началом новой, второй книги Торы, особенно наша глава, глава Шмот, как и называется, вторая книга Тора, как почти вся эта книга, полна сюжетов. Это и начало рабства, это и рождение Муше, начало исхода, в общем, много всего интересного, но хотел бы обратить ваше внимание на одну совсем маленькую деталь из нашей недельной главы, которую обратил буквально недавно, когда я изучал эту главу. Это гениальность еврейской изобретательности, изобретательности и вкладывания в новые технологии. Вопрос, предполагает ли Тора, что мы должны жить в ногу с прогрессом и внедрять, и пользоваться удобством и стремительством, стремительно развивающейся сегодняшнего технологического прогресса, или наоборот, Тора требует, чтобы мы жили, скажем так, опрощенческой жизнью, буквально следуя букве закона в Торе. В Египте евреи делали на каторжной работе кирпичи. Брали солому, сено, я не знаю, какая между ними разница, смешивали с глиной, потом обжигали в печах и формировали из этого кирпичи. Казалось бы, абсолютно незначительная вещь, но, и может звучит немножко странно, но любающие рэбов в своей беседе обращают внимание, что это был просто технологический прорыв, потому что до этого кирпичи делали из цельной породы, высекали форму кирпича и потом строили из них знания. Кирпичи, которые уже придумали евреи, которые смешивались с соломой, обжигали, во-первых, они были более крепкие, во-вторых, строить из них было больше, и строительство было более крепкое, была лучшая теплоизоляция, и здания были более выносливы. И что из этих кирпичей, придуманными евреями, строили евреи? Строили склады для фараона. И настолько этим были увлечены, что зачастую вообще забывали, что вообще-то мы занимаемся каторжным трудом. Сегодняшний технологический прогресс предлагает нам огромное количество изобретений для обустройства нашего, так сказать, соблюдающего образа жизни. Это и компьютерные технологии в проверке, компьютерные сканированные проверки, мезусы, свитковторы, электронные энциклопедии, и точные лазеры, использующиеся в разных сегментах еврейского образа жизни, и технологии фильтрации, использующие в кошель. Только один шаббат, он это целый сегмент вообще всей технологии, технологического прогресса, с помощью которого можно украсить соблюдение шаббата и сделать его более комфортабельным и комфортным. Кстати, я обратил внимание, что часто обвиняют соблюдающих евреев в том, что вот используя все эти технологии, там подогрев шаббат, таймеры и так далее, мы обманываем себя и Бога, что вот нужно соблюдать так, как написано в Торе, обрезание кремниевым ножом, потираться в туалете камнями и так далее. Интересно, что я также обратил внимание, что обычно те люди, которые соблюдающих евреев обвиняют в том, что мы обманываем Бога, это те же, которые обвиняют иудаизм в отсталости и непринятии современного образа жизни. Но так мы живем в парадоксальном мире. Так вот, мне кажется, что маленькая деталь именно изобретение этих кирпичей, обожженных вместе с соломой, и учит нас совершенно обратному. Еврей должен жить современным образом. Мы обязаны как можно больше использовать и разрабатывать сами новые технологии для обустройства нашего еврейского образа жизни. Только в Египте мы это использовали для того, чтобы строить склады для фараона, компасы и навигационные приборы для испанского императора и императрицы, машины, космические корабли, бомбы для германских, советских, американских фараонов. Дамы и господа, пришло время все это строить и использовать технологии для самих себя, для Всевышнего, для еврейского народа. Именно для этого Всевышний и сотворил этот мир. Успехов! До встречи! Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова